здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас 18 уроке видео курса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и мы с вами продолжаем разбирать настройки шаблона следующий у нас на очереди вкладка дополнительные возможности кликаем сюда и здесь у нас первое это идет google аналитика то есть здесь все просто здесь можно выбрать либо нижнее положение универсальный код аналитики то есть второе это просто идентификатор кода google аналитики google аналитика это сервис который мониторит ваш трафик на сайте трафик то есть всех людей которые зайдут на сайт то есть сколько человек зашло в сутки сколько человек сейчас например зашло и многое многое другое я не буду здесь показывать как делать как устанавливать google аналитик так как я пользуюсь сам аналогичным счетчиком вот так называемый популярный live интернет я позже покажу как устанавливается данный счетчик поэтому этот блок мы пропускаем мы будем ставить аналог спускаемся ниже следующие две вкладки включить и и 6 и и 7 и и 8 и и это браузер explorer который идет стандартным браузером во всех операционных системах windows и включить но он скрипт уведомление смотрите у нас стоит если у вас не стоит enable здесь обе кнопки делаем enable значит включить что это за уведомление сначала давайте уведомление и я человек посетитель вашего сайта то есть зашел на сайт с браузера например старого и е6 и е7 или е8 и там должно по сути исходя из этой настройки ему показывается уведомление зайдите другого браузер ну браузер как считается самый плохой в нем может некорректно отображаться ваш сайт и разработчики здесь сделали такую фичу уведомления если вам это не нужно уведомление что пользователи видели делаем disable то есть отключить данную функцию то же самое здесь включить но он скрипт уведомления то есть в браузерах по каким-то причинам люди или не знающики то есть причины могут быть отключены я вас крипт и какие-то элементы на сайте у них будут просто не отображаться и если такое будет замечено система ваш шаблон предупредит этого пользователя мы включите я вас крипт в своем браузере то есть это полезная штука здесь по-любому оставляем enable включить пускаемся ниже вот этот блок мы с вами уже проходили поэтому мы двигаемся дальше следующий блок идет seo для логотипа h1 значит этот блок мы оставляем выключенным я в конце курса покажу если вы не знаете как лучше прописать так называемый seo текст для вашего лендинга где прописывается как это лучше делать это все в конце то есть я вам покажу если вы не знаете где прописывается необходимые заголовки описание для сайта так что здесь мы также пропускаем смотрите дальше включите медиа элементы обязательно ставим yes мы позже будем с вами проходить как вставлять видео аудио а это те кнопки которые стоят в модуле или в статьях вот сейчас я вам быстренько покажу выхожу из шаблона то есть смотрите вот это включить медиа элементы обязательно ставим да сейчас я вам покажу для чего это конкретно заходим в модули то есть это может быть статья например смотрите создать html код вот эти кнопки вот эти вот голубые кнопки которые мы с вами рассмотрим в будущих уроках чтобы их использовать например медиа элементы вот этот там видео аудио и так далее чтобы они работали в шаблоне нужно там включить да где я вам сейчас показал иначе там всплывет сообщение что вы должны включить медиа элементы вот тоже самое в статьях например создать статью также вот эти синие кнопочки не будут работать точнее именно вот этот медиа медиа не будет работать так возвращаемся в шаблон и после настройки вот это медиа элемента у нас идут настройки которые мы с вами проходили когда делали копирайты здесь рассматривать нечего больше мы с вами здесь все прошли переходим в следующую вкладке вкладку расширенные настройки поднимаемся наверх первая вкладка стоит с если у вас стоит нет обязательно ставьте включите отзывчивый макет то есть это и есть адаптивный дизайн думаю здесь объяснять нет смысла обязательно включаем следующий элемент определяете нужен вам или нет тут из описания понятно я сейчас не могу к сожалению зайти с мобильного устройства нет интернет у меня я не могу проверить я полагаю что это в конце сайта когда у нас было копирайты здесь помните мы убирали плюс-минус что пользователь мог увеличивать шрифт если я правильно понял вот эта опция активирует на мобильных устройствах данную функцию следующая вот эта опция мы с вами уже это затрагивали вот эту нижнюю это of canvas меню и сбоку когда это меню выезжает здесь его редактируется ширина надо больше меньше здесь выставляем пиксели следующие настройки включить бурстрап twitter выбор 2 версию третью версию тоже более такие продвинутые настройки а по умолчанию стоит нет если вы хотите в это углубиться в интернете прочитайте что такое бурстрап и здесь потом решите нужно вам это или нет я не включаю следующую функцию советует включить после того когда мы сделали с вами все настроечки это для ускорения сайта видите здесь записание понятно сжимает то есть если мы ставим с система наш шаблон сжимает ксс файлы тем самым ускоряя наш сайт обязательно включите когда закончим а все настройки сайта полностью закончим его сжать css тоже советую включить да аякс передняя часть сайта что такое аякс аякс это какие-то действия в реальном времени без перезагрузки страницы то есть стоит yes у вас если нет включите да следующая функция если я правильно понял определяет количество символов в статьях прежде чем она ее будет резать и и вставляет например тег мор то есть читать дальше и количество символов ниже можете определить вот это поле если я правильно понял здесь можете вписать любое значение которое будет показываться после того как вы написали прям большую статью которая имеет больше 3000 знаков здесь потом автоматически будет подставляться то что вы здесь в этом поле напишите то есть делитель вашего текста в этой опции говорится установите группы пользователей которые разрешено видеть вкладку опцион статья на главной странице в статье зрение редактирования то есть дать некие права то есть сами решаете в списке видно все группы пользователей которые по умолчанию есть в джумле то есть я не знаю если у вас это лендинг пейдж то принципе вы автор один у вас же тут не новостной блок где там требуется какие-то еще авторы которые будут наполнять его я считаю что здесь ничего не надо делать никаких прав тут давать не нужно только информация ваша то есть ваших товаров или представление какой-то вашей фирмы да здесь то есть это опускаем и следующая настройка отключает служит отключатель компонентов честно говоря я не до конца понимаю вот конкретно это что значит из описания просто непонятно то есть из-за некачественного перевода я здесь затрудняюсь сказать что какие возможности здесь есть у данной вот этой опции следующая опция у нас идет мутул в переключатель если у вас стоит нет можете включить в принципе здесь я проверил все нормально если вы будете потом ставить какие-то дополнительные расширения модули плагины компоненты из установленных расширений которые вы поставите если кто-то будет иметь мутул а может может возникнуть конфликт и посыпется ошибки тогда здесь просто вы отключите мутул и по сути все должно нормально работать так что здесь оставляем с также если вам интересно это уже более продвинутые такие навыки знания мутул в библиотека хотите об этом больше узнать также посмотрите на википедии прочитайте что это такое а я заканчиваю данный урок и у нас с вами остается здесь дальше пользовательский код здесь я вам покажу куда вставить счетчик посещаемости внизу сайта был такой счетчик который будет отслеживать ваш ваших потенциальных клиентов и осталось у нас эта вкладка мы с вами уже здесь разбирали но не все небольшие настройки внизу и наверху также поговорим и последний вкладку уже в принципе это стандартная вкладка от самой джума увидимся в следующем уроке